Добрый день всем привет рубрика жемчужины кинематографа в этот раз хочу рассказать о фильме Анри Вернея под названием Уикенд в Зюиткоте. Картина вышла в 64 году, продюсеры Робер и Раймонд Хакин, авторы сценария Робер Мель и Франсуа Байер. В главных ролях молодой Жан-Поль Бельмондо, старший сержант Джульен Майяр и Катрин Спаак в роли Жанны. Кроме того в ролях Франсуа Перье, Пьер Манди. Картина это самая настоящая драма, разворачивающаяся на фоне грозных военных декораций. Лента дает представление о ранних ролях Бельмондо и показывает насколько он разноплановый актер и совсем только не комического амплуа и амплуа такого громилы комиссара. Лента очень интересная, насыщенная и если кто привык к развлекательному кино, то конечно такой фильм вам явно не понравится. А вот люди, которые любят смотреть что-то такое, что развивает их, как говорится, кругозор, заставляет думать, анализировать, возможно даже как бы испытывать какие-то эмоции, кроме того, чтобы жрать и спать. Вот эта картина явно для вас, для людей с интеллектом. События в фильме охватывают период в несколько дней июня 40-го года. Это период, как сказать, события эти охватывают так называемую кампанию в Дюнкерке, то есть это разгром войск союзников и по сути дела сокрушительное поражение их в борьбе с нацистской Германии. Вот эта картина, она как раз дает наглядное представление, реальное наконец о том, как же наконец воевали наши союзники в начале кампании и как им пришлось туго. Всем хорошо известно, насколько сокрушительное поражение понесли наши советские войска в июне 41-го года и каких чудовищных усилий стоило остановить танковые армады Гудериана и Гота на подступах к Москве. Примерно такой же разгром пришелся на долю 63-х французских английских дивизий в Дюнкерке. Точно так же немцы в Двебисге разбили войска союзников, используя свою обычную тактику глубокого охвата танковыми клиньями и в результате образовался гигантский котел, в который попало без малого миллион двести тысяч человек. Точно так же они действовали в июне 41-го года и в общем-то всю эту кампанию они действовали примерно такими же способами. Для меня во всяком случае ясно одно, что союзники сполна испытали то же, что и мы, а то был какой-то такой период времени, когда я совершенно не знал о том, как они воевали до 44-го года. Читал только о северных конвоях и мне казалось, что до 44-го года они в принципе бездействовали. Ну а эта картина наглядно показывает, что на самом-то деле они были так же изрядно напуганы столкновением с вермахтом. И вот в такой ситуации полного окружения солдаты и союзников в сущности оказались отрезаны от тылов и предоставлены участий людей, загнанных в некую резервацию, где они в общем-то беззащитны перед вооруженным противником. В конце этой операции немцы решили даже не довершать полный разгром, а лишь добивали остатки армии союзников с воздуха, пользуясь господством Люфтваффе, в сущности расстреливая людей и технику с воздуха, словно хищники налетающие. Армии англичан и французов полностью деморализованы, сбиваются в какие-то немыслимые кучи испуганных людей. Командиров в этой толпе в общем-то нет, она вся состоит из остатков разных соединений и в начале картины даже показано, как Майяр пытается выяснить расположение своего полка. Но выясняет лишь, что в штабе на этот счет нет никаких сведений. То ли полк его полностью уничтожен, то ли он рассеялся и представляет собой теперь разрозненные группы бегущих людей. В итоге солдаты союзников предоставлены сами себе. Кто-то молится Богу, кто-то, как Майяр, пытается пробиться к морю, эвакуироваться в Англию. Но он терпит фиаско, поскольку корабль, на котором он плывет, уничтожен налетом с воздуха, и ему приходится вновь вернуться в Дюнкерк. А кто-то из этих солдат полностью деградирует, предается мародерству и насилует женщин. Майяр знакомится с местной девушкой-красавицей Жанной и после неудачной эвакуации, возвращаясь к дому, ставшей ему почти родной Жанной, успевает как раз вовремя. Еще совсем немного, и она стала бы жертвой насильников и уподобилась такому разовому трофею негодяев. Но он спасает девушку и убивает мерзавцев. Однако отношения его с Жанной носят отпечаток всеобщего разрушения. Люди, они совершенно разные, живут в параллельных мирах, и только ужас происходящего вокруг заставляет их сблизиться. Еще вчера Жанна наблюдала за войной, стоя на балконе своего дома, а взрывы бомб казались ей чем-то ненастоящим, ее не касающимся. И вот сегодня она наполнена страхом перед грядущим, тем, что несет ей эта война. Она боится остаться одна и пускает все свои женские чары, дабы Жюльен всегда теперь находился рядом с ней. Но моя сейчас не в состоянии предаваться любви. Какая уж там любовь, если каждую минуту гибнут твои товарищи, и ты теряешь все то, что еще осталось у тебя от того старого мира, в котором ты жил. Чувствуя его наполненный тоской, гневом, на собственную беспомощность, на то, что он никак не может повлиять на происходящее вокруг события, а по существу представляет из себя такую щепку, несомую волнами грозного моря. И завершается картина воистину трагически. Последние заключительные кадры, показанная адская бомбежка, от которой излетает на воздух все, что только осталось еще вокруг. Земля буквально перепахивается вдоль и поперек. Это такой прозрачный намек на то, что в этом аду все человеческое неизбежно обречено на гибель. Люди, их чувства, их надежды на какую-то там жизнь. Пока в настоящий период все это тлен и все это прах. Вот такая вот драматическая лента, прекрасная игра. Бельмондо и Жанны Спак. Советую обязательно посмотреть эту картину. Спасибо, до свидания.